Привет друзья! Сегодня я готовлю очень вкусный куриный рулет. Этот рулет получается нежным, сочным, вкусным и на второй и на третий день. Он пахнет бужениной и он очень нежненький внутри. В общем делается все очень просто. Готовить я его буду из одной вот такой вот целой куриной тушки. Она у меня довольно таки небольшая. Мне для рулета нужно снять с нее кожу. Мне не нужно снимать кожу целиком, поэтому я буду разрезать по спинке, потому что со спинки хуже всего кожа снимается. Поэтому начнем с этой стороны и уже будем продвигаться к более легкой части. Подрезаю кожу. Она довольно хорошо здесь отслаивается. Просто все прожилочки прорезаем, которые вам мешают. Где-то может ручками подергиваете. Это очень просто, кожа снимается очень легко. На крылышке, на уровне куриного локтя, немножко обрезаете кожу и вокруг самого мяса, сейчас покажу, что я имею ввиду, подрезаете, подрезаете до самого локтя. Покуда вам удается снять кожу, дальше уже это не имеет смысла. Но чтобы у нас не было большой дырки, поэтому мы должны снять кожицу до локтя куриного. А здесь уже по кругу обрезаем и срезаем. И потом можно уже полностью достать остаток крылышка. Крылышки я не буду использовать в этот рулет. Я их потом срежу и с остатками косточек, которые у меня останутся, сварю прекрасный куриный бульон. Вот так мы обошли крылышко. Оно у нас осталось. С ножками все намного проще. С ножек все хорошо и руками просто стягивается. Там, где не стягивается, подрезайте эту плеву ножиком и кожа у вас хорошо отходит. Выворачиваете просто как чулок наизнанку. Хорошенько подтягиваете, подрезаете где там нужно, на внутренней части. Стягиваете хорошо и затем просто обрезаете. Вот и все. Тут на грудке здесь вообще очень просто все снимается. Здесь она в принципе даже руками просто отходит. Посерединке только ножиком прорезаю и дальше уже руками. В общем вы поняли, кожу снять это будет не так-то сложно, как на самом деле вам кажется. А получится очень красивый по внешнему виду рулет и очень вкусный внутри. Вот такая вот у меня кожа получилась. Такая вот рубаха. Полностью все снялось. Если вдруг у вас будет где-то небольшая дырочка, вы ее всегда можете заделать каким-то оставшимся кусочком кожи, который вам не нужен где-то с краю. Вот такой вот целенький тоненький кусочек получился. Теперь приготовим начинку. Обрезаю собственно мясо с курицы, ножки, грудку, в общем где вам хочется все мясо вы обрезаете. И затем я его режу длинными вот такими пластинками. Там где на ножках мясо рыхловатое, нам так и нужно. А там где на филе мясо ровно режется, его нужно немножечко надсечь ножиком. Просто постукиваю острием ножа, не очень сильно, чтобы не прорезать. Должно получиться вот такое вот рыхлое филе. Оно так лучше впитает маринад и специи и будет лучше держаться друг к дружке для того, чтобы рулет был крепким. Я буду в это мясо добавлять еще 3 столовые ложки кефира. Это абсолютно не принципиально. Можно добавить немножечко сухого молока, можно вообще ничего не добавлять. Я добавила также еще яйцо, чтобы рулет был поплотнее. И буду добавлять сухую горчицу, соль, чеснок, 2 вида паприки, немножечко красного еще перца и немного черного перца. Количество специй, количество соли будет зависеть только от размера вашей курицы. Ну и собственно от ваших вкусовых предпочтений. Поэтому я вам количество писать не буду. Добавляйте по тому количеству, которое у вас получится. По вашему вкусу. Для того, чтобы наш рулетик получился еще нежнее, я буду добавлять туда плавленый сырок. Обычный сыр добавлять не буду, потому что он все равно потом станет плотнее намного. А именно вот плавленый сырок маленькими такими тонкими брусочками поломать, он будет внутри прям мягким получится. Кое-где растечется, кое-где нет, но это именно будут такие мягенькие кусочки. Для того, чтобы курицу потом мне запечь, я буду использовать кусочек рукава для запекания. Срезаю с него шовчик, он мне не понадобится. А в саму эту пленку буду заворачивать потом наш куриный рулет, для того, чтобы он хорошенечко внутри и долго так пропекся. В общем, был как буженина. Теперь уже буду раскладывать на эту пленку кожу. Перемешаю с сыром куриное мясо. Никакой жидкости у нас там не должно отойти, весь кефир все впиталось вовнутрь с яйцом вместе. И теперь выкладываю эту всю массу на кожу. Мясо получается много, поэтому нужно хорошенечко постараться, чтобы все оно влезло в эту кожу обратно. Затягиваем все дырочки, вы видите, там где у меня были крылышки, нужно затянуть эти дырочки. В общем, следите за руками, как я все это делаю. На самом деле все это не сложно, просто стягивайте, распределяйте мясо, чтобы ваш рулет получился красивым и ровным, а не как котлета. Теперь буду стягивать ниточкой. Смотрите, что я делаю. Я завязала один узелок, делаю петельку на руке, протягиваю под низом и через петельку протягиваю то, что вытащила ниточку с поднизу. И так продолжаю. Опять делаю петельку, подтягиваю с поднизу и просовываю. Стягиваю, распределяю мясо и чтобы получился у нас красивенький такой рулетик. Для того, чтобы наш рулетик получился не только красивым, а еще и очень таким поджаристым и вкусным, даже сверху, чтобы у него была красивая румяная корочка, я взяла небольшое количество майонеза, сухой горчицы, можно использовать обычную горчицу и перчика с солью. Перемешала все это и смазываю рулет сверху. Собственно, смазываю со всех сторон, для того, чтобы он получился вкусный. Благодаря майонезу получится именно красивая потом зажаренная корочка после того, как мы рулетик откроем. Упаковываю рулет в пленку, можно его оставить перед выпечкой, немножечко промариноваться, но это не обязательно. Скручиваем вот такую конфету, завязываем с двух сторон и отправляем в духовку запекаться минут на 40 точно, при температуре 180-190 градусов. Затем сам рулетик можно пленку разрезать, для того, чтобы он поджарился и минут 10-15 поджарим до красивой румяной корочки. Дайте ему немного остыть, для того, чтобы он хорошо резался и не разваливался в самом начале. И получается очень красивый и очень вкусный вот такой вот рулет. Посмотрите, какое плотненько там в нем внутри мяско, плюс эти вкрапления сыра, благодаря которому рулет получается нежным и очень текстурным. Дерзайте, это очень вкусно и очень необычно. Ну а с вами, как всегда, был Кекс. Поддержите, пожалуйста, это видео лайком, мне будет очень приятно. До новых встреч, друзья! Пока-пока!